В расписании уроков на сегодня геометрия, физика, история. Через несколько часов в палату Ильи Поплавского придет педагог. Полученные оценки на листочке отнесут в школу, учителям. И так продолжается ровно год. О чем ты сейчас мечтаешь больше всего? Я думаю поехать. Навсегда. Сейчас Илье почти 17 лет. Диагноз – острый лейкоз. О том, что у мальчика есть предрасположенность к онкологии, родители знали, но надеялись. Надеются и сейчас. Шансы есть всегда. И только на шансы нужно надеяться. Никогда не нужно опускать руки. В этой палате с ноября прошлого года живет маленькая Ева. Она прошла уже 4 курса химиотерапии. Скоро вместе с мамой она полетит в Питер, следом Москва. Столичные врачи готовы удалить опухоль, которая развилась в забрюшиной полости. Говорит, мама, не плачь. Мы, говорит, полечимся и поедем домой. Химиостойко переносит? Очень стойко. Ну дай бог. На сегодняшний день в детском отделении онкогематологии проходит лечение 35 человек и более 600 на учете врачей. Эта статистика неумолимо растет. По мнению онкологов, причин возникновения болезни много, но на первом месте – питание. Мы можем говорить только о воздействии канцерогенов, которые могут повышать рост онкопатологии. А такое, я думаю, у нас появляется только с продуктами. Сегодня в Международный день детей больных раком отделению подарили икону. Ее привезли из Арзамасского женского монастыря. Местные монахи не уверяют, что этот святой лик творит чудеса. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.